Музыка Красавцы флоксы высокорослые и это позднее цветущий сорт. Но белоснежный, красивый, очень декоративный. Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове. И сегодня вторая часть, ваши вопросы, наши ответы. С чего начать обустройство сада? Много вопросов задаете вы, друзья. Ну, конечно же, сначала необходимо провести полив по всему участку. Электричество на втором плане. Все, друзья, больше рекомендаций никаких нет. Но вот можете себе представить, если вы хотите, чтобы вокруг вас были красивые, здоровые растения, посмотрите, вокруг, за моей спиной, какое их количество. А это всего лишь десятая часть нашего сада. Сколько усилий необходимо бы нам было прикладывать, чтобы полить эти все растения? Конечно же, на первом месте полив. Вот из своего опыта. У нас тоже этого не было сначала. Но многие откладывают этот момент на потом. Но у нас дело в том, что мы не приобрели чистое поле, и в нем уже выстраивали цветники и все остальное. У нас дача от родителей досталась. Нам приходилось очень много переделывать. И мы впоследствии уже провели капельный полив и водопровод, который у нас разнесен по всему участку. Если вы на начальном пути, настоятельно рекомендую сначала водопровод и электричество. И побольше водопровода в разные участки вашего сада. Вот знаете, как в квартире никогда не бывает много розеток, вот так в саду никогда не бывает много вот этих разводок, или я не знаю, как правильно сказать. Для того, чтобы подключить либо капельный полив, либо может быть, ну вот у нас газон поливает вот эта вертушка, или как ее называют, кархеровская. В общем, этих скважин маленьких должно быть много-много. Идите, я сюда покажу. Смотрите, вот у нас в этом месте вот такая скважина. Вот здесь лента капельного полива. Все мы подключаем в разные цветники. Все скрыто под хвостами, под разными растениями, задекорировано. Но это очень мне облегчает жизнь. Я бы не смогла столько много увлечений иметь, если бы я бегала бы с лейком или сошла бы. Было у нас видео по изготовлению вот такого декоративного заборчика. И задавали вопрос, как же мы делали дугу. Друзья, посмотрите. Вот дуга я сейчас нарисовала вот так под водиком чутким руководством. Доска 20 сантиметров. Вырезаете. Толщина 4 сантиметра. И вот так вот вырезаете вы дугу. А здесь соединяете с прямой. И все. Ничего гнуть, ничего не нужно. Думали, задавали вопрос, как вы гнули. Ничего не гнули. Просто вырезаем. Чем шире у вас вот эта ширина доски, правильно я понимаю, тем больше будет дуга. Да. Все. Никаких сложностей. Почти. Этот отдельно стоящий пень декоративный. И этот пень, смотрите внимательно, друзья, на него. Как он стоит, где он стоит. И этот замечательный, волшебный, сказочный пень. И еще один красавчик деревянный. Деревянный мостик. И столик на большой деревянной ножке, сверху бетонный. Все деревянные изделия в нашем саду стоят на гравийной подушке. Гравий мы специально в этих местах засыпали, где у нас стоят деревянные изделия, для того, чтобы был дренаж, не было воды. И в этом случае деревянные изделия будут вам служить очень долго. Конечно же, при правильной обработке. Кто давно смотрит наш канал, знает. Два раза антисептиком, два-три раза сверху краской. Ну, Вадик обычно рассказывает, какой. И изделия долго очень стоят и служат. И внизу подгнивания нет. Если у вас ива, привитая на штамбе, и на штамбике появляются росточки, вы видите, что начинают расти веточки. Однозначно, все их необходимо убирать. Это растет не ива, которая привитая, декоративная форма, а это растет дикая ива, более сильная. Почему и прививку делаю? Чтобы сильная была корневая, чтобы дерево выдерживало разные погодные условия. Обязательно убирать, не оставлять ни одной ветки. Не думайте, что пойдут какие-то красивые отростки. Еще один был вопрос. Если пропала сверху прививка, шарик вот этот у разной ивы. Вот у нас это ива Хакура Нишики. Идемте дальше, посмотрим, какие у нас есть экземпляры. Ива Пурпурная Нана, тоже привитая на штамбе. Все эти ивы в природе существуют в виде кустарников. Но можно их прививать и на штамб. И с левой стороны красавица ива цельнолистная, тоже привитая на штамбе. Постригаем зонтиком, но уже немножко заросла. Так вот, друзья, если вдруг по какой-то причине у вас замерзла и не вышла из зимы, или что-то произошло вверху с вашей шапочкой, и вы думаете, что у вас что-то отрастет, если пошли уже отростки от ствола, то отрастет дикое растение. Вот такого у вас уже не будет. Моя рекомендация жесткая, но я однозначно только за такой вариант. Убрать новое растение, приобрести для того, чтобы место было декоративным. Уверена, что когда вы покупали иву привитую на штамбе, ваша идея была посадить красивое растение, чтобы оно было декоративным. Все то, что будет в последствии отрастать-вырастать, это будет некрасиво. Немало вам придется приложить усилий, для того, чтобы какие-то формы придать, или что-то еще. Для этого нужны навыки. Если вы новичок, лучше убрать и посадить новое красивое растение. Сразу скажу, это не реклама. Очень много вопросов возникает, какими инструментами я пользуюсь. Почему не реклама? Потому что есть определенные требования у Ютуба. Те, кто зрители, может быть, не знают и хотят, чтобы побольше рассказали. Но там есть свои нюансы, друзья. Это у меня... Я даже не знаю, я могу ли произнести. Может быть, я в описании лучше напишу. Ну, вот смотрите. Вадик сейчас наведет камеру и покажет вам производителя. Вот этого кустареза. Как я выбирала кустарез, заехали мы в садовый центр. Взяла я его в руки и держала для того, чтобы понимать, тяжело мне или не тяжело. Я знала, что именно я буду делать обрезки всех кустарников в своем саду. Поэтому я должна примерять на себя этот инструмент. Он должен быть не легким и не тяжелым. Вот я приподняла вот так, чтобы, знаете, вот в таком же положении всегда я делаю обрезку. Вот для того, чтобы у меня не было напряжения в руках. Чтобы я могла совершенно спокойно им орудовать. Длина лезвия имеет значение. Если у вас очень большие деревья, или кустарники, или хвойные, можно выбрать подлиннее вот это лезвие, или как правильно назвать. У нас 55 сантиметров. 55 сантиметров, да, по-моему? Ну, я не ошибаюсь. 55. Достаточно. Ну, вот, знаете, вы можете встать на стремянку, обрезать. Можно было и больше, но мы посчитали, что необходимости в этом нет. Выключатель. Выключатель. Обязательно, если вы будете выбирать, круговой выключатель. Это имеет значение. Вот, круговой, чем хорош. Смотрите, поворачиваем в разные стороны. Вот так мне можно. И я везде могу нажать и работать. Я могу это делать в этой штуке? Можем, могу. Могу работать кустарезом. Многие очень есть только вверху. И вам тогда придется изгибать руки. А лучше выбрать разное положение кустареза, но не разное положение вашего тела. Чтобы вы быстро не устали. Мне нравится. Несмотря на то, что заявлена продолжительность работы этого кустареза, по-моему, непрерывная час. Но, вот можете себе представить, что такое непрерывное. Вы включили, и у вас без остановки. Так не бывает. У меня было такое, что я ухаживала за садом. И вот с 9 часов утра периодически что-то подкорректировала. Убрала мусор. Ушла в другое место. И вот периодически до 4 часов вечера я все время работала. И заряда мне хватило. Еще очень мне нравятся вот такие аккумуляторные ножницы. Тоже этого же производителя. Здесь есть два вида лезвия. Вот такое и более длинное. Очень-очень удобные. Здесь удобная ручка. Всегда проверяйте все вот такие приспособления для сада в своих руках. Вот возьмите, чтобы вам было удобно. Не стесняйтесь. Надоедайте продавцам. Потому что вам с этим работать. При выборе секатора я совершенно не стеснялась. В садовом центре попросила. Даже мне сняли вот эту пластиковую прозрачную упаковку. Для того, чтобы я взяла его в руки. И руководствоваться нужно вот чем, друзья. Вам необходимо работать только одной рукой. Вы можете держать второй рукой ветку. Или что-то вам необходимо будет поддерживать. Поэтому у вас должна быть рабочая одна рука. Правая или левая не имеет значения. Вам должно удобно быть держать секатор. Чтобы у вас все пальцы хорошо лежали на его ручках. Чтобы вам удобно было. Мягко и без напряжения. Кроме этого, смотрите. Открыть и закрыть секатор я могу просто одним пальцем. Открыла и начала работать. Закрыла. Мне не нужна вторая рука. Вот продавцы вообще на это не обращать внимания. И сколько раз я смотрела секатор. Они говорят, да вот вы возьмете здесь. Нет. Они не работали в саду. Они не знают, что здесь. Это имеет значение большое. Одна рука. Все вы должны делать одной рукой. Второй вы можете помогать. Еще раз скажу. Все вы должны прочувствовать. Вот. А, и еще. Я взяла листик бумаги и этим секатором его разрезала. Вообще без проблем. Вот знаете, как будто лезвием. Это тоже имеет значение. Остренький. Вадик мне периодически подтачивает. Каким-то маслом сбрызгивает. Я не знаю, что это такое там. ВД-шка называется. Или что-то такое, да. ВД-шка. Уже, я не знаю сколько им. Наверное, лет 10. Ты-то подтачивал мне их? Да я не помню. Ну, может быть. Ну, может один раз и подтачивал. Ну, они замечательные. Острые. Никаких у меня затуплений. Но я же не работаю на толстых ветках. Толстые ветки мы пилим пилочкой. Чем мне нравится? Сразу вы видите плоскость, которую срезаете. Ну, вот видели вы. Недавнее видео было. Я стригла хвойные. Вот, смотрите. Вижу, что состригаю. А кроме того, те формы, которые нужно закруглить. Вот смотрите. Вот видно сейчас плоскость. И видите, какая форма этих садовых ножниц. Они как бы немножко с горбиком. Это имеет значение, когда вам необходимо закруглить форму вашего хвойного. Вот тогда вы не вот так, как ножницы стрижете, а переворачиваете. И вам удобно делать закругление до самого низа. Все, друзья. Никаких особых секретов нет. Есть только огромное желание для того, чтобы сад был ухоженным, здоровым и красивым. Если вам нравятся наши видео, если наши ответы вам помогут в уходе за вашим садом, поставьте нам пальчик вверх. Вам не сложно, а нам очень приятно. Кто нас смотрит впервые и понравились наши ответы на вопросы наших зрителей и наших подписчиков, подписывайтесь быстрее. У нас в плейлисте «Вопросы и ответы» есть еще немало видео. Посмотрите. Возможно, в них есть ответы на возникшие у вас сейчас вопросы. Вам желаем, чтобы ваши сады были ухоженными, красивыми, чтобы все вам удавалось. И желаем вам всего самого хорошего. Мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале «Сад Света Светланы». Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok